Вы наверное ребята уже видели название этого ролика у меня в телеграм канале, когда я скидывал кое-какой скрин. Первый ролик из этой серии вышел почти год назад, там я рассказывал почему Сириус РП не нужен. Тогда я предлагал сделать вторую часть с противоположным вопросом о необходимости серьезного РП, ведь люди индивидуальны и у каждого свои предпочтения. Один хочет донатные стенды из ЖОЖО, а другой больше вариантов отыгрыша. И встречаются двое таких энтузиастов на стандартном ковбой к РП сервере, что не может не разочаровать обоих. И в чем же все таки проблема тут серьезного РП и для чего он действительно необходим, попробуем сегодня узнать. Для начала стоило бы разобраться, что вообще такое Сириус РП и с чем его едят. В моем понимании это сервер или же проект, порог входа на который куда выше чем на стандартный Дарк РП. И соответственно требования к отыгрышу значит будут куда более выше чем на том же самом Дарк РП. Правила должны быть наверное справедливо строгими, потому что если ты получаешь наказание, ты наверное должен усвоить две вещи. Первое, за что ты все таки получил это наказание. И второе, когда ты поймешь первое, ты должен наверное подумать, что не хотелось бы снова получать за это бан. Я думаю этого вполне хватает, чтобы хотя бы примерно представить как выглядит обычный Сириус РП сервак. Чувствуете вот это вот серьезное написание слэш ми передал документ? Да-да, это наш ролевик пишет в чат, чтобы отыграть какое-либо действие. Или же вот это вот, подождите, а слэш ду? На улице стояла некая погода. Ха-ха-ха, блядь. Ну ладно, это мы все утрируем. Это все просто такой комичный собирательный образ того самого РПшника из твоего класса, да? Это все приколы, да, но стоит признать то, что заядлые РПшники реально умеют отыгрывать, если им интересно и они хотят, и они могут сделать интересным игровой процесс на каком-то РП-проект. Зачастую такие ребята достаточно эрудированы в той сфере, которая относится к их ролевому персонажу или же просто к отыгрышу. А что может сделать компания таких ребят? Ой, мама не горюй, любой 5к бандит на Дарк РП заплачет на второй минуте допроса с пристрастиями. Казалось бы, я перечисляю одни только плюсы, но картина от этого лучше не становится, потому что на Дарк РП обычным играет куда больше людей, чем на серьезном РП или же Медиум Проект. Только не надо мне начинать гнать телегу о том, что вот есть еще серваки, в правилах которых написано, что у нас Медиум РП сервак, у нас Медиум какая-то там средняя отыгровка. Ребят, ну камон, там от Медиума только само слово и все. Итак, а теперь резко сворачиваем наш мыслительный процесс и теперь слушаем несколько тейков, почему же все-таки Сириус РП не такой уж и популярный, как хотелось бы некоторым людям. Разнообразие. Ну согласитесь, что вас заебали уже тоже базированные Дарк РП серваки, каждый из которых, судя по рекламе, раздает чуть ли не бюджет шейха в Эмиратах, а из заявленных развлечений и способов заработка это лишь новые способы дрочева на фантике. То есть игровую валюту, которая максимум куда пригодится это купить пару-тройку хилок и повисеть на доске почета типа фантика дрочер года. Охуенная заслуга, не иначе. Различия таких серверов это худ, прайс на спецдонат, о котором мы поговорим потом и название промо для миллиарда дон валюты. Ничем больше такие серваки не отличаются. И если тебя забанят на одном, не так уж и трудно-то давлиться на другой. Был бы только перенос доната и прогресса, так вообще бы все в ажуре было. Я прекрасно понимаю, когда люди берут привилегию, инструменты, скины, оружие за донат, но не понимаю, какой дебил действительно берет услугу под названием специальный донат. Почему не понимаю? Ну вот вам простой пример. Правила Феррерпе запрещают вам делать то, чего боялись бы делать в реальной жизни. Кинуться с кулаками на вооруженного человека. Да, ты конечно быстрый, но пуле похуй. Прыгнуть с огромной высоты. Да, ты конечно парень крепкий, но гравитации тоже похуй. Подраться с беременным скуфом 2 на 1. Ты конечно сильный, но лучше не надо. Вот и в Дарк РП примерно такая же логика. А также есть профессии, у которых Феррерпе этот немножечко расширен. Ну тот же самый глава бандитов, и там это хорошо объяснимо по лору. Да, не поверите, но на Дарк РП есть также лор. Но вот глава бандитов, он же не просто так глава бандитов. Он по РП прошел весь путь от начала и до конца, снизу до верху. И наверное ему же будет глубоко похуй на двух каких-то гопников, которые просят у него 5000 на пол. Полицейский джаггернаут, которого из мэрии без скачей не выпускают, лишь бы он просто полгорода не разъебал, когда на него кто-то, не знаю, случайно бы конет. Почти каждая такая профессия кондрится ну очень легко. Достаточно просто собрать чуть больше человек, чем разрешает ему правила. А вот у бояре, заплативших возможно не один десяток тысяч, этого ограничения может и не быть вообще. Смекаешь? Хоть ты весь сервак собери, угрожать ему оружием, по якобы правилам ему будет глубоко до пизды. А если еще возможно доплатить, то он вас всех сможет за один щелчок перехуярить и будет ли это нарушением, тоже вопрос цены. Люди даже при такой базированной информации продолжают коротать вечера на Дарк РП, не понимая, что их держат не за людей уж точно, а минимум как мясо на потиху донатером. Максимум как рыб на крючке, которые уже без пяти минут тырят деньги у мамки на такую же приколюху. Ну а чё, промик дали, в рот тоже. Пойду-ка я довольный попрошу 5к на пол. Больше всего меня забавляет на подобных серваках, но НРП это якобы то, чего бы ты не делал в реальной жизни. То, что ты якобы не знаешь человека, называя его по имени и это будет нарушением. Попробуйте один раз на жалобе разогнать тему о том, что ты узнал в интернете его имя. Реакция вас приятно удивит. Даже если это не проканает, ладно, хрен с ним. В это же время другой игрок делает лютейшую хуйню, из разряда связал челика, побегал с ним по городу, полетал на лазер пушке, попутно за РДМе в двух-трёх челов. И это, ребята, с вероятностью 99,9% не будет считаться нарушением. Это часть РП процесса, которая якобы возможна в реальной жизни. Конечно, под грибами возможно всё, но мы же говорим о реальной жизни и о том, чего бы человек не стал делать в нормальном здравом рассудке. Потому что я помню одно время, когда в правилах буквально запрещали отыгрывать какие-то психические расстройства, которые могли бы повлечь за собой РДМ, нон-РП, фер-РП и прочую кипу других правил. А сейчас, как не зайди на ДРК РП, так каждый второй это буквально пациент психдиспансера. Ладно, вернёмся к этой ситуации. Ты, значит, посмел на это обратить внимание. А, так тебя ещё и бахнули в этой ситуации, значит, ты занимаешься саморазбором. Так ещё и используя войсмод, но тут даже расстрелять мало. И всё это говорит тебе друг обвиняемого, который, кстати, и был связан. Он натеребил себе донатную админку, а ты нет, и поэтому бан получает не он, а ты. Вот видишь, и разбанщик за промокоды пригодился. Смотря это видео впервые, не ознакомливаясь с остальным контентом, будет справедливо, наверное, предположить, то, что автор ебан и псих больной под препаратами, ибо только такому придут в голову такие тейки и примеры. Ну а остальные гномы, знакомые с моей фильмографией, скажут то, что это чистейшая правда, и это случается почти в каждом ролике. Знатно охуев и не выхуев обратно, ты, наверное, спросишь, а что ж такое, Артур, почему и правила, и люди, которых ты описываешь, такие шизанутые? А я тебе отвечу то, что адекватность правил и сервака в некоторой степени уже как год надо измерять прямо пропорционально тому, сколько на серваке имеется персональных и прочих донатных профессий с игнором правил. Измерять по логике, чем больше профессий таких, тем меньше адекватность. И не спешите говорить, что всегда можно настоять на изменениях. Можно, но максимум, что вы получите в таком случае, это защику и промокодик на одну-две тысячи, и потом вы затерпите. А почему? А потому что на промокодике уже можно защититься от бана ненадолго из-за дебильных правил, или же купить самому админочку, дабы не стать совсем мусором. Да, для большинства других игроков юзеры это мусор и мясо, до тех пор, пока у тебя либо рядом с ником много часов не появится, либо эксклюзивная привилегия, или же профессия с обходом правил. Вот такие пироги на Дарк РП в наши дни. Ладно, давайте немного сбавим обороты. Впереди у нас небольшая заключительная часть о том, почему же всё-таки Дарк РП такой всратый, и почему стоит попробовать немного более серьёзный отыгрыш. Возможно, он вам и понравится. Вы, наверное, скажете, что вина за всё целиком и полностью лежит только на создателях серверов, но не спешите так глобально их обвинять. Ничего личного, буквально просто бизнес. Да, это откровенно хуёво, что они это продают, но они лишь делают то, что делается лучше всего. Продают демо-версию синдрома бога узколобым дебилам, не способным более-менее гибко мыслить и оценивать свои действия в силу возраста или развития. Нужно подчеркнуть. Я надеюсь, вы понимаете, что все эти спецфункции из разряда почувствуй себя всемогущим не появились из ниоткуда. Их не от балды засунули в продажу, авось купит кто-нибудь, а только благодаря спросу описанных выше приматов. Всего-то, да? Кто-то захотел, а кто-то продал. У нас общество такое, что осуждают больше продавцов, чем тех, кто покупает, блядь, вы серьёзно? Да, откровенно хуёво, повторюсь, что такое продаётся, но намного хуже, как я думаю, знать, что среди нас есть такие долбоёбы, которые реально платят и хотят платить за то, чтобы получить мимолётное ощущение власти и превосходства над другими. Одно дело знать, что такие есть, а другое повсеместно видит таких не только на роликах, да и просто пока ты играешь, встречать. Мне просто интересно, как играется ребятам с осознанием этого, которые всё так же продолжают тратить там своё время, вместо того, чтобы избежать этого очень простым способом. Каким это простым способом, спросишь ты? Удалить игру, что ли? Так она мне нравится, не хочу её удалять. Так тебя удалять никто и не просит. Просто, просто есть и другие кнопки с другими названиями, помимо Dark RP. Да, циферки там будет поменьше, но даже если ты цифродрочер, попробуй всё равно зайти, посмотреть, что тебе могут предложить там. Возможно, ты на около какой-то серьёзный сервак зайдёшь, а если у тебя есть друзья, то вообще охуенно, вы можете все компании туда залетать и играть, и потом со временем тебе будет не так уж и важно, сколько там онлайна собирает сервак в пике. И только не надо мне разгонять в комментах эту хуйню о том, что вот, Гаррисмот уже умирает, только один Dark RP в топе, а несколько лет назад, что он не был в топе, блядь, серьёзно. Ну там упали за несколько лет на несколько тысяч цифр онлайна, но вы разве это ощущаете? Да, вот вы именно те, кто говорит про то, что Гаррисмот умирает. Вы же, блядь, кроме Dark RP никаких других режимов, но не видите, иначе почему-то да только один Dark RP находится в топе. Потому что это единственный режим, который несёт хлеб абсолютно любому человеку, делающему аддоны, делающему контент, делающему сервак, или же какие-то видео о том, что этот режим умирает, как и игра в целом. Записывая такие видео, вы хотя бы, блядь, сделаете вид, что вам не всё равно на эту игру и на остальные режимы, а не просто записываете о том, какой Dark RP хуйня. Ну или просто признайте, что видео на подобную тему умирающего Гаррисмота несколько лет подряд это единственный способ хоть какие-то просмотры собрать на этом ебаном ресурсе. Dark RP это абсолютно нормальный режим, и у него также есть свои проблемы, как и у других людей, игр или же других режимов. Некоторые просто нормально и адекватно себя ограждают от долбоёбов, переходя либо в другой режим, либо в другую игру, либо просто занимаясь своей жизнью. А это куда важнее, чем какая-то буква Г на голубом фоне. Ну а другие же остаются, видимо, сидеть в этой игре, в этом режиме, и писать миллиард роликов о том, какой же этот режим и эта игра говно скатившаяся, которая уже пытается умереть, и даже это у неё не получается. В заключение хочу вставить цитату Виталия Кричко. Проблема утопающих в промокодах, дело рук самих утопающих в этих же промокодах. А в завтрашний день смотреть могут не только лишь все, но абсолютно каждый знает, что предложит им новый сервер по Dark RP, который ещё даже не открылся. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok